Хай-хай, ребятки! Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Я рад вас приветствовать! Сегодня мы окунёмся в мир Westland Survival! Ну что ж, давайте начнём своё развитие в этой игре и посмотрим, куда нас это приведёт. Так, ну что ж, дорогие зрители, предлагаю сегодня заняться небольшим обустройством в нашей территории и немножко развить её. Давайте посмотрим, что нам стало доступно с появлением, поступлением шестого уровня. Так, у нас открывается голубятня. Она позволяет нам связываться с торговцами. У них ты можешь получать в обмен самое лучшее. Если повезёт, конечно же. То есть, знаете, такое некое примитивное устройство для связи по типу радио в других играх. Дальше нам открылась плавильня. Ну, блин, за плавильню, я думаю, объяснять что-либо просто бессмысленно. Так, плотницкий стол. Думаю, тоже, в принципе, всё понятно. Можно это всё изучить. Давайте изучим голубятню. Возможно, нам уже и голуби прилетят, и мы сможем что-то сделать. Грядку надо изучить. Хорошо. И я вижу, что нам стало доступно деревянное копьё. Ребят, именно деревянное копьё мы видели в прошлом выпуске. На нас напал засранец, который чуть ли не убил меня этим деревянным копьём. И это было чрезвычайно жёстко и страшно. Поэтому я рад, что мы его нашли. Мне нужны кожаные ремни и обработанная доска. В принципе, заметьте, крафт довольно-таки дешёвый и, в принципе, доступный, как по мне. И на этом моменте пока что всё остальное у меня закрыто. Дальше мне нужен восьмой, десятый и так далее уровни. То есть, получается, я даже, наверное, толком ничего и сделать не смогу. Сейчас посмотрим. Так, что мы можем скинуть в наш склад? Если я не ошибаюсь, где-то я здесь сбрасывал дерево. Вот эту единицу дерева я хочу забрать. Это сбросить, это позабирать. Тоже всё. Так, и сделать вот таким вот образом. Хорошо. Сюда я буду сбрасывать металлолом. Сюда я буду сбрасывать ткани. И сюда я буду сбрасывать верёвку, камешек и семена я тоже, пожалуй, заберу. Хочу посмотреть, что мне надо для того, чтобы сделать грядку. В принципе, мне на грядку всего есть, всего хватает. Мы можем сразу же создать две грядки. Наверное, так одна сделана. Грядку. Где же мы поставим грядку? Она очень большая или нет? 4х4, точнее 2х2, общий размер 4. Я думаю, где-то нужно спереди вот тут поставить. Рядышком с разбитой повозочкой. Можно вот здесь её установить? Да, отлично. Вроде как можно. Хорошо. И здесь же мы установим тогда и вторую. И уже у нас будут грядки, ребят, на которых мы сможем что-то выращивать. У меня какие-то семена есть. Надо посмотреть, что мы сможем с помощью их вырастить. Сейчас отправимся. Так, в принципе, прикольно выглядит грядка. Стоит даже чучело. Оно круто смотрится. Если бы грядку можно было ещё и модернизировать, было бы вообще великолепно. Так, у нас есть две возможности выращивания. Это кукуруза и овес. Так, овес нам нужен для корма вашего верного друга. А кукуруза, естественно, для того, чтобы кушать нам. Так, хорошо разделить. И ещё раз разделить. Мы по ровному количеству забросим. Так, изготовление одной кукурузинки занимает 20 минут. Что чертовски, блин, долго. Но всё будет зависеть от того, сколько она будет всё же восстанавливать здоровье. Так, что мы можем ещё установить? Я думаю, мы сможем поставить костёр. Да, отлично. Костров тоже можем поставить два на территории. Так, хорошо. Хорошо, давайте разместим костры. Я думаю, стоит костры ставить тоже где-то рядышком вот с грядкой. Будет, мне кажется, гармонично оно смотреться спереди грядочек. Как-то, знаете, прикольно что-то в этом есть. Если я захочу пойти взять еду, она будет, в принципе, вся рядышком. И мы вроде как можем делать с кукурузы кашу. Вот, приготовить из неё можно кашу. И будем брать кукурузу и сразу же сюда забрасывать. Это очень удобно, как по мне, и очень круто. Так, в костре мы сможем сделать из ягод компот. Из мяса, естественно, стейки. Тут даже рыбу можно будет жарить. Обалдеть, круто. Так, вот из кукурузы кашу. Из дерева уголь. Из досок тоже уголь. Так, это всё понятно. То есть, тут у нас ничего новенького. Хорошо. Ну, кроме, конечно же, рыбы. Рыба, это круто. Мне нужно что-то для того, чтобы получать воду. Потому что жажда что-то меня мучает уж больно сильно. И меня это, если честно, напрягает. Я бы не хотел умирать каждые 2 минуты от того, что у меня реально недостаток воды в организме. Это очень плохо. Так, я хочу забросить сюда семена. Так. И давайте посмотрим. Ловили я не изучал. А на всё остальное, мне кажется, у меня просто нету металла. Мне нужна железная руда. Здесь у меня железной руды я не заметил. Нету. Так, это что за страна? Шкура с мехом. Так. Это обычная шкура. Это шкура с мехом. Прикольно. Не знаю, откуда я её взял. Но она у меня есть. Это уже что-то. Хорошо. Сюда мы сбросим тогда дерево. Я думаю, в следующий поход мы возьмём с собой только 5 единиц дерева. И всё. Так. Камень я сброшу. Ткани мы сбрасывали не сюда. И вот траву я тоже сброшу сюда. Ягоды я возьму с собой. Ткани сюда можно сбросить. Еду, я думаю, мы начнём сбрасывать вот сюда. Сюда же скину и огнестрел. Он мне пока что не надо. Да, несколько ягодок я с собой возьму. Их, в принципе, не так много. И ничего особо я не потеряю. Сделаю одну бету и 2 единицы дерева, чтобы потом нигде не выбрасывать. Тоже перемещу сюда. Ну что, ребятки. Выпуск был небольшим. Но, в принципе, как по мне, плодотворным. Итак, по мере поступления, повышения уровня и возможности делать что-то новенькое, я буду записывать ролики. Будем осматривать каждую постройку и разбираться, что же она даёт в этой игре. Ну а на этом всё. С вами был Бородай, это Вестлаб. Всем спасибо. Пока-пока.